Мне не удалось выяснить, где происходил обыск этого чемодана и по каким причинам, так как по этому видео нет никакой информации. Но одно точно понятно, у мужчины на футболке написано гвардия цивил, что с испанского переводится как гражданская гвардия. Это полицейское военизированное формирование, находящееся в подчинении Министерства внутренних дел Испании. Наряду с национальной полицией Испании выполняет функции по охране правопорядка, но в отличие от полиции действует преимущественно за пределами городов. В общем, на дне чемодана мужчина обнаружил кучу спрятанных денег. 25 лет назад мужчина по имени Стэн потерял в лесу браслет, сделанный из золотого самородка весом 130 грамм. Он искал его более 200 раз, но безуспешно. Стэн обратился за помощью к Майклу Роулинзу с канадского форума металлоискателей. Майкл согласился помочь ему и прибыл на поиски со своими товарищами Эриком, Даниэлем, Марти и девушкой Лори, которая снимала весь процесс на камеру. И вот по истечению некоторого времени Марти Муз все-таки находит этот огромный браслет. Я был поражен, увидев этот браслет из золотого самородка, сказал Марти. Еще больше был поражен Стэн, когда увидел столь давнюю потеряшку. Стэн сказал, что я могу сделать для вас. Ничего, вашей реакции и улыбки для нас достаточно, ответили комрады. Стэн, наверное, так долго не обращался за помощью, потому что думал, если кто-то другой найдет браслет, то подмутит его себе. 19.10.2019 во время погружения возле японского острова Окинава, дайверы случайно обнаружили мотоцикл. Его, конечно, плохо видно, но учитывая глубину, находка явно неожиданная. Джимми Майя из США с помощью металлоискателя нашел в реке золотую цепочку с подвеской 585-й пробы весом 11,5 грамм. Кстати, обратите внимание, на фото видно, что цепочку потеряли из-за сломанного замка. На границе Италия-Швейцария был задержан гражданин Марокко, проживающий в Испании, который хотел покинуть Италию. В его автомобиле сотрудники таможни обнаружили 146 тысяч евро, спрятанных внутри двойного дна, сделанного под рычагом переключения передач. В соответствии с валютным законодательством, которое устанавливает обязательный характер таможенной декларации для денежных переводов на сумму, равную или больше 10 тысяч евро, у мужчины было изъято 50% от превышающей суммы в размере 68 тысяч евро. Мэрл Казанджен из США отправился в парк с металлоискателем и нашел там золотую цепочку с подвеской 916-й пробой весом 14 грамм. В 2010 году парень обнаружил в бельгийском лесу кладбище автомобилей. Это место реально завораживает своей постапокалиптической красотой. Я попытался разузнать больше об этом месте и вот что мне удалось выяснить. Машины находятся близ маленькой деревушки Шатион на юге Бельгии и стоят посреди небольшого леса уже более 70 лет. История гласит, что эти авто когда-то принадлежали американским солдатам, которые дислоцировались в этом регионе. По окончанию Второй мировой войны оказалось, что вернуть автомобили домой в США слишком дорогое удовольствие, тем более, что некоторые из них к тому времени были уже не на ходу, поэтому высокопоставленные офицеры решили оставить все машины в Бельгии. Но перед тем, как отправиться на родину, солдаты вывезли все машины и припарковали на холме в лесу, в надежде, что когда-то, возможно, заберут их. Прибыв в Америку, некоторые солдаты хотели вернуть свои авто, но должны были взять на себя личную ответственность за все расходы по доставке, поэтому все машины так и остались стоять в лесу по сей день. Даже беглого взгляда на автомобили достаточно, чтобы понять, большинство из них были выпущены уже после 1945 года, а именно где-то 60-70-е года. Из-за этого я решил копнуть еще глубже. Оказывается, автомобили, многие из которых американского производства, были наследием станции RCAF Marvel, где канадские и американские войска дислоцировались от имени НАТО. Механик в Шатейоне занимался ремонтом машин военнослужащих НАТО, но в 1966 году, после выхода Франции из НАТО, у него остались сотни подержанных автомобилей. Машины стали предметом интереса местных жителей после того, как они были опубликованы в несанкционированном телевизионном документальном фильме, а затем стали политической проблемой, когда на сына механика, местного эколога, подали в суд за содержание незаконной свалки. По некоторым источникам машины были вывезены и раздавлены, хотя фотографии и видео говорят о другом. Также я выяснил, что когда-то вокруг Шатейона было 4 автомобильных кладбища, насчитывающих 500 транспортных средств, а сегодня осталось только одно. Со временем многие автомобили буквально развалились от коррозии, что-то было украдено местными жителями и коллекционерами автомобилей. С этих историй можно сделать вывод, все, что осталось с этих свалок, свезли в одно место, поэтому здесь такой микс авто по годам. Через гугл карты мне удалось найти одну из последних фотографий этого места, сделанную в январе 2020 года. Все это напоминает затяжную автомобильную пробку, которую так и не разрулили. Парни, которые ведут канал про примитивную кухню, Люк из Канады отправился исследовать заброшенный американский самолет Дуглас С-47, который потерпел крушение зимой в отдаленных горах на территории Юкона. К счастью, все 10 пассажиров, которые были на борту, выжили, отделавшись лишь незначительными травмами. Пилот самолета совершил героический поступок. Мало того, что он смог как можно безопаснее посадить самолет, так еще и отправился к ближайшему шоссе и привел помощь. В 2018 году в Якутии выпали осадки в виде золотого дождя и алмазного снега. Драгоценные камни и металлы в прямом смысле слова посыпались с неба, вернее с пролетавшего самолета. Самолет Ан-12 1972 года выпуска перевозил более 9 тонн золота на сумму 21 миллиард 600 миллионов рублей. Груз принадлежал канадской золотодобывающей компании Кенрос Голд, а борт новосибирской компании Нимбус. Им управлял экипаж из 5 человек. Самолет совершал официальный рейс, доставлял груз из Чукотского рудника Купол на Красноярский афинажный завод АО «Красцветмет» с дозаправкой в Якутске. При вылете из Якутска из-за неправильного крепления золотые слитки сместились. Под их весом у самолета оторвала часть рампы грузового люка. Кусок фюзеляжа упал в районе местного авторынка, а в дыру посыпались сотни слитков. Слитки оказались разбросаны по всей взлетной полосе. Оперативно прибывшие службы аэропорта принялись собирать драгоценности. Всего подобрали 172 слитка и вывезли под охраной на склад. Потрепанный самолет благополучно сел в аэропорту Маган в 12 километрах от Якутска. Когда весть о падающих с неба золотых слитках облетела местных жителей, их охватила золотая лихорадка и они ринулись в районы аэропорта. Полицейским удалось их отогнать, однако часть драгоценного груза могла стать добычей золотоискателей. Кто-то с людей возвращал слитки, а кто-то возможно и умолчал, но это уже совсем другая история, о которой мы никогда не узнаем. А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!